Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 22 апреля 2016 года, день рождения Ленина. Тема эта достаточно объемная и последние годы буквально стала актуальной, потому что в соседней стране, от которой мы ушли, памятники Ленину начали массово валить. И это с чем-то связано. Если даже просто задаться вопросом, а зачем? Вот зачем нужно валить памятники, которые олицетворяют целую эпоху? Эта эпоха XX века. Эта эпоха связана с Великой Октябрьской социалистической революцией, как ее называли во времена Советского Союза, или с Октябрьским переворотом, как начали называть потом. И фигура Ленина в себе аккумулирует массу смыслов, из-за которых, собственно говоря, его памятники начинают рушить. Наши памятники, которые стоят на территории республики, они никуда не делись, их даже реставрируют, их ремонтируют. Они являются определенным символом, они определяются памятник от слова «память», скрепа во времени. И вот я предлагаю сегодня поговорить на эту тему, потому что для наших детей эти вопросы на самом деле являются закрытыми. Почему-то учебники видоизменяются со временем. И история XX века во многом начинает забываться даже взрослыми. Сиюминутные интересы, связанные с длинным рублем, они очень часто, ну, как бы закрывают такие глобальные вещи. И фигура Ленина, я предлагаю сегодня ее обсудить. Собственно говоря, о Ленине много известно и хорошего, и плохого. Очень многие его работы редактировались на протяжении всей истории Советского Союза достаточно сильно. Оттуда выбирались, убирались некоторые места, связанные с достаточно жесткими методами управления. Но я хочу сказать, что вот сейчас, после того, как президент переподчинил себе архивы, то есть он фактически сделал таким образом, что у него в подчинении находится хронологический приоритет управления страной и обществом. И вот сейчас, поскольку мы с вами до всего времени, в общем-то, информацию получали дозированно, из разных рук и, в общем-то, знаете так, тенденциозно, то есть если хочется рассказать о Ленине плохое, то надо сразу же коснуться вопросов, например, подавления восстания тамбовских крестьян, либо геноцида кубанских казаков и так далее, и так далее. И при этом забываются очень многие вещи, например, или не знаются, например, связанные с такими вещами, что понятие «красный террор» возникло далеко не в 17-м, и даже не в первой половине 18-го года. Это понятие возникло как ответ на серию терактов, которые были произведены с обратной стороны. И, в общем-то, успехи спецслужб молодой Советской Республики, они во многом связаны, знаете, с такой агентурной работой. Во всяком случае, в спецслужбах работали выходцы из царских спецслужб. И вот эта связка времен и поколений, эта связка служивых людей Царской России, а потом Советской Республики, она на самом деле олицетворяет тот самый факт, что в «красных» поверили сразу. Не сразу в том смысле, что буквально на 26 октября, но сразу потому, что методы управления молодой республики, они были достаточно демократическими. В Смольном решения принимались коллегиально. Бардак относительно того, стрелять или не стрелять, то есть решения не принимались, был достаточно большой. У всех было миролюбивое отношение. И вот на самом деле историки, которые очень много гонят волну на кровавые репрессии, большевиков, они на самом деле очень много перевирают. Многое было сделано вынужденно и в ответ. Это вот что касается, ну, такого прямого лобового удара по Ленину. Но самое главное, смысл фигуры Ленина, конечно, заключается не в этом. Во время империалистической войны, во время начала гражданской войны, во время конфликтов и работы, например, с тем же английским посольством, с немецким посольством, заключение Брестского мира, который вообще считается принципиальнейшим ходом Ленина, который означает во многом, ну, представьте себе, революция делала несколько кланов. Октябрьскую. То есть там был клан русского генерального штаба, который категорически не принял февральский переворот элиты, либеральной элиты, во многом элиты, связанной даже с царской семьей. То есть сместить царя Николая и занять эти посты, и, в общем-то, начать торговаться с Антантой, распродавая территорию. Это была основная задача основных бенефициаров февральского переворота, и Керенский был ее исполнителем. Керенский, как и Чубайс, во многом действия свои делал по такой же самой схеме. То есть сначала была амнистия из тюрем, выпустили огромное количество уголовников, потом начали, в общем-то, реформировать армию. Появились всевозможные приказы номер один, номер два, когда управление в армии перестало быть единоначальным, и начались коллегиальные вещи. Но самое главное, что начался парад суверенитетов. До этого Российская империя была, в общем-то, страной унитарной, не разделенной на национальные такие квартиры. А вот сразу же после переворота февральского начались вот это вот самые центробежные силы, когда начали создаваться все возможные центры управления в будущих республиках. В частности, в Киеве, в Минске, в республиках Закавказья и так далее. То есть этот процесс начался раньше, и основная заслуга большевиков заключалась в том, что им удалось остановить распад империи, а империя, ее колоссальная территория, это была, в общем-то, основная цель всех наших друзей по Антанте, включая французов, англичан, американцев, которые, собственно говоря, и приложили руку к гражданской войне и финансировали ее. Ленина убили, ну как, было несколько покушений на Ленина. Ленин умер не своей смертью, он умер раньше положенного срока. Это связано прежде всего с Брестским миром, который фактически показал, что Россия не будет хворостом для мировой революции. А кроме русского генерального штаба, например, еще были такие крылья, как швейцарский ЦК, в который входил Ленин. Было Вашингтонский обком, который представлял Троцкий. Были всевозможные, знаете, такие группы принимающих решения у центра силы, которые переворот в России создавали для того, чтобы остановить вот этот процесс глобальной капитализации общества и, ну, как бы распространить вот эту революцию на весь остальной мир. Россия должна была стать хворостом для поджига, вы помните, вот этого костра мировой революции. Ленин, участвуя, понимая в этом, вписываясь в этот основной процесс, своим достаточно харизматичным поведением, а очень непросто было пойти на заключение Брестского мира, очень непросто было остановиться, пересчитать свою ресурсную устойчивость, даже пожертвовать частью территорий, укрепиться, а затем забрать все. Вот такая вот тактика, когда молодая Советская Республика не изображала из себя невменяемого, а сразу начала очень рационально себя вести, при этом нужно понимать, что кадровой базы на местах не было никакой. Революцию делали молодые 15-16-17-летние мальчики, которые были вдохновлены идеей справедливого устройства мира и которые просто шли и делали, походу учились. Это, кстати, очень показательный пример. Вообще революция, которую возглавил Ленин, она во многом была войной с 17-16-летних против 40-летних той поры. То есть новые идеи, которые находились в новых молодых телах, они на самом деле противодействовали старому укладу, еще постфеодальному, еще когда, например, элита России считала народ быдлом, и многие репрессии, и белый террор. А белый террор, по сравнению с красным, он на самом деле был жестче в разы. То есть убивали крестьян в Тамбовской и в сибирских губерниях таким зверским образом, что на самом деле даже неудивительно, почему основная масса населения Российской империи пошла за красными. Красные сразу предложили достаточно рациональное, достаточно и даже продразверстка этому не помешала. Голод был такой силы, и продразверстку начали еще во времена Николая. Потом это поддерживал Керенский. Хлеба просто не хватало, причем хлеба не дорогих сортов, а черного, дешевого хлеба не хватало. И даже продразверстка не помешала Красным стать властелином умов всех жителей Российской империи. В результате этого в 1922 году был заключен первый союзный договор, когда несколько республик Закавказья, Украина, РСФСР, Белоруссия, они, в общем-то, и составили основу будущего Советского Союза. И вот Ленин, который олицетворяет, понятное дело, за всю историю Советского Союза, его образу придана, знаете, такая религиозная составляющая, культовая составляющая. Сам Мавзолей, как культовое такое место, мумия Ленина, это все понятно. Но, тем не менее, в сознании большинства людей, причем людей, рожденных намного позже смерти Ленина, людей, рожденных даже намного позже победы во Второй мировой войне. А победа во Второй мировой войне создавалась ритуалами на Красной площади. А Красная площадь – это место, где, собственно говоря, Мавзолей Ленина и находится. Это тоже очень непросто. Но вот понятие о справедливости, которое было, может быть, не в полной мере реализовано за 70 лет, но, тем не менее, показало результаты на порядок, превышающие справедливость всего окружающего мира. Это связано с очень многими вещами. Это впервые во всей истории человечества, ну, вписанное, во всяком случае, именно в Советском Союзе, именно в Ленинском Советском Союзе, были решены вопросы восьмичасового рабочего дня, чего не было нигде. И после этого только Западная Европа и вообще Западный мир начали подстраиваться под это, потому что они начали терять управление. Во всем мире Советский Союз был образцом того, как нужно строить справедливое государство. И нужно сказать, кстати, что советская разведка и военная, и политическая, которая, безусловно, работала сначала на платформе там Коминтерна, а затем после прекращения работы Коминтерна это была советская спецслужба, а вербовка, например, агентуры в других странах происходила не за деньги. Представляете, какого уровня было доверие? То есть мы все с вами представляем, что, например, люди, которые занимаются шпионажем в пользу другой страны, они это делают прежде всего за разноцветные бумажечки. Так вот, Советский Союз имел такое колоссальное влияние на весь мир, что работать на коммунистов, на большевиков и на их спецслужбы соглашались только за идею. Понятное дело, им чего-то там уже вдогонку пытались догрузить, особенно на операционные расходы, но люди, поддерживавшие идею справедливого устройства мира, они готовы были работать на советскую, ленинскую разведку совершенно бесплатно только за идею. Это тоже достаточно серьезный показатель. И вот, в результате того, что 70-летний эксперимент показал, мы-то с вами в результате вот этой пропаганды украинской последних 25 лет, да вообще либеральной пропаганды после развала Советского Союза. Вы помните, на каких лозунгах Советский Союз разваливался? Партия «дай порулить», там очень много вещей было связано с дефицитом и так далее, кстати, искусственным дефицитом. В сталинские времена дефицита, например, никакого не было, и каждый год, в общем-то, было систематическое понижение цен, как продолжение ленинских отчасти, ленинских традиций, ну и, естественно, выраженных решениями Сталина. Но все, что произошло после убийства Сталина и государственного переворота 1953 года, это была попытка западных элит, которые через свою агентуру, в общем-то, пришли к власти в Советском Союзе, потратить силы и время на то, чтобы нивелировать все достижения октября, ленинского октября. И на это понадобилось 40 лет. Это невозможно было сделать, ну, скажем, в рамках одного поколения, с вечера на утро. То есть идеологический заряд людей, которые своими руками строили общество справедливости, которые полетели в космос, которые выиграли в кровопролитнейшей войне. Причем война действительно была священная и отечественная. Речь шла не просто о войне, а войне за интересы. Речь шла о том, чтобы либо мы будем жить на этой планете, либо нас снесут. Сталин так и говорил. Если мы, например, за 10 лет не сделаем технологический рывок, нас просто снесут. И люди, которые гордились тем, что они имеют принадлежность к такой державе, построенной в тяжелейших условиях и построенных, у истоков стоял прежде всего Ленин, который принял декреты о земле, декреты о мире, который сразу же дал, знаете, такие политические лозунги справедливого устройства России. Россия это была страна, ну, достаточно конфликтно ведущая себя по отношению к справедливости. Дело в том, что после отмены крепостного права в середине 19 века, после того, как на кабальных условиях крестьяне должны были выкупать себе землю, из-за того, что, например, стране не хватало хлеба, катастрофически, то есть перераспределение продуктов труда шло таким образом, что население голодало, не способно было даже себя прокормить, и при этом в обществе было социальное расслоение. Любое не крестьянин считал крестьян быдлом, это было, ну, на уровне, знаете, такой рабской или рабовладельческой психологии, это была основная проблема всей Российской империи, белогвардейцы это тоже проявили, они считали народ быдлом сбунтовавшимся, который нужно было посадить на кол, наказать, высечь розгами, расстрелять и так далее, и так далее. И вот вся эта масса калейдоскопическая, мозаичная вот этих вот обстоятельств, она и привела к тому, что культ Ленина, а фактически это культ, он держится на ряде принципов, связанных с мечтой человечества, справедливым устройством. И вот сегодня, 22 апреля, день рождения этого человека, который, безусловно, противоречивая фигура в истории, но с которой связаны очень большие достижения народов, живущих на этой территории. В 61 году, напоминаю, Советский Союз первый в истории человечества достиг превышения рождаемости над смертностью 6 промилле, до сих пор никто не смог этого повторить, то есть на тысячу человек было всего 6 смертей за отчетный исследовательский период, мы полетели в космос, у нас действительно была атомная энергетика, которая была создана в мирных целях, и это было сделано на советских технологиях, там ворованных технологий было, ну я имею в виду добытых разведывательным путем, там было менее 5%, и так далее, и так далее, и так далее. Развитие колоссальное, ну представьте себе управлять такой территорией, это транспорт, энергетика, это машиностроение, это легкая промышленность, при всем при том, что после переворота 1953 года, естественно, по логистике ударили, дефицит начали создавать, начался создаваться торговый слой, который по-другому начал относиться и к истории, и по-другому начал относиться к справедливости, справедливость появилась тогда уже у каждого своя, и таким образом мы подошли к тому, что Запад, который прекрасно понимает, как жил Советский Союз, и какие достижения он создал, он начал выкорчевывать любую память об этом периоде, так, чтобы все рожденные после 1991 года даже в мыслях не думали поинтересоваться, а что же было в Советском Союзе такого, что на него даже объединенная Европа в 1941 году пошла войной, получила по зубам, откатилась, и на самом деле даже перекроился весь мир. Это тоже наследие Ленина, человека, который родился 22 апреля. Я завел сегодня эту тему, ну, понятное дело, по дате, привязываясь к дате, но мне она показалась очень актуальной еще вот по какой причине. Вчера в сетях появилось заявление представителя русской общины Латвии, Игоря Вольпина. Есть такой человек, он живет в Прибалтике, и он в одном из ток-шоу сделал заявление о том, что у русских очень неправильное отношение ко Второй мировой войне. И он там как русский человек или русскоязычный, он говорит, что празднование 9 мая, вот речь шла о конфликте между Западной Европой и Советским Союзом или Россией, что даты окончания Второй мировой войны, вернее, победы над гитлеровской Германией, там Вторая мировая война еще с Японией продолжалась до осени, в Европе считается 8 мая, а в Советском Союзе или в постсоветских странах 9 мая. Это, во-первых, связано с календарем, с часовыми поясами, когда принимали решение в Европе об окончании, принимали капитуляцию фашистской Германии, еще был вечер 8 мая, а по часовым поясам на территории Советского Союза уже вовсю было 9 мая, и это понятно почему. Но этот представитель русской общины, Вольпин, он сделал очень такое, знаете, интересное и странное заявление. Он сказал, что русские в Прибалтике, русские или русскоязычные на территории бывших советских республик, очень неправильно и гипертрофированно понимают итоги Второй мировой войны. И он там высказал очень важную мысль, которую, мне кажется, нужно сейчас вот обсудить и распространить, и прежде всего рассказать нашим детям. Он сказал, что война не бывает в мире войны между добром и злом. Все войны ведутся за интересы. Внимание, торговое сословие тут же. Только за интересы. То есть как будто бы Советский Союз на протяжении всей своей истории, довоенной, ну, всячески стремился к тому, чтобы атаковать Западную Европу. Ну, как пишет наш известный отщепенец и перебежчик Суворов, и Советский Союз стремился завоевать Западную Европу. Поэтому Гитлер сделал превентивный удар. И вот русский, русскоязычный прибалтеец начинает рассказывать нам эту баечку, как будто бы не было планов Барбаросса, не было планов по физическому уничтожению большинства народов, живущих на территории Советского Союза. Это фактически означает, что было запланировано, были расписаны планы того, чтобы нас с вами сегодня, таких умных и счастливых, вот здесь бы не сидело, мы бы не говорили и не слушали. Просто бы оборвались все роды. И получается, что у нас был интерес, связанный с тем, чтобы выжить. По большому счету война, которую вели Германия и ее союзники на территории Белоруссии, Украины, РСФСР, республик или областей, или краев Кавказа Северного, и так далее, и так далее, куда немцы дошли, как будто бы эта война была только за интересы, вспоминаем торговые ценности, да, и эта война не была за выживание. Война называется отечественной и священной прежде всего потому, что речь шла о том, будем ли мы жить на белом свете, либо мы повторим, например, судьбу американских индейцев, которых насчитывалось более 100 миллионов, но в результате всего 19 века от них осталось там несколько десятков тысяч, и то они живут в гетто на достаточно интересных правах. И получается, что вот русские люди, живущие в западном информационном поле, которые каждый день напитываются вот этой вот энергетикой дезинформации, саботажа и прочих таких ложных вещей, они начинают нам рассказывать, что мы неправильно понимаем историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, как и ее составной части. И мы неправильно относимся к празднику 9 мая. Это была война за интересы, соответственно, не надо превозносить итоги, не надо превозносить нашу победу, и не надо праздновать то, что благодаря колоссальным жертвам не за интересы, а за ценности, чтобы мы с вами жили. Это разные вещи. То есть интересы – это то, что считается в разноцветных бумажечках. Интересы – это то, что в балансах подводится. Интересы – это то, что, знаете, там, будут ли сегодня выторг или не будет. Будем ли мы управлять акционерным обществом, качающим нефти с Западной Сибири или не будем. Вот они, интересы. А будут ли жить дети и внуки? Как это посчитать в деньгах? Сколько надо потратить денег на вооружение, чтобы дети и внуки жили? Сколько надо потратить сил и положить человеческих голов и далеко не самых плохих в этой стране, когда кадровая база была выбита во время Второй мировой войны? Как это все посчитать в интересах? Вот объясните мне. Я сейчас вот гоню волну на этого русского якобы патриота и члена русской общины Прибалтики, который сделал такое заявление, потому что такие же заявления делаются с украинской стороны. Там тоже очень много русскоязычных людей, которые тоже находятся в информационном поле Запада, которые тоже пересматривают в результате входящей информации. Ведь во многом наши с вами знания об истории, они находятся на уровне пересказов. Нам сказали, мы подумали, да, согласились и пересказали. В общем-то такой передаточный механизм. Люди не думают и не понимают того, что произошло в середине 20 века. Того, что Советский Союз, это было государство, построенное на принципах справедливости, во всяком случае стремления к справедливости, во всяком случае к тому, чтобы хотя бы сделать несколько шагов по направлению к справедливости. И эта справедливость была на порядок выше, чем в Западной Европе. Там понятие справедливости, опять же, упирается в интересы. А интересы у всех свои. И на самом деле вопросы превышения рождаемости над смертностью в интересы там очень часто не входят. Там многие люди лишние. Многие люди получают пособие, там живут кое-как, не получают достаточного образования. Да зачем им образование? Быдло должно знать свое место. Так вот, в Советском Союзе все было не так. И нужно для нас с вами риск и вот таких вот вольпиных Игорей, которые являются профессорами, историками, членами русской общины, заключается в том, что когда мы с вами слышим заявления там разных Мадлен Олбрайт или разных людей не нашей цивилизации, не говорящих на русском языке о том, что мы такие или не такие, это полбеды. Там мы с вами четко понимаем свой-чужой. Система свой-чужой работает. Но когда делают вот такие полу, знаете, шажочные, по чуть-чуть окна Овертона, когда делают такие заявления люди русские, даже живущие в других странах, это становится опасным, потому что вот так вот пошагово, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, может и повернуться мировоззрение не только у детей, но даже у взрослых, которые прожили часть жизни в Советском Союзе, в принципе, по идее, должны понимать ценности той страны, но на самом деле в результате вот этой информационной атаки могут пересмотреть свои взгляды и, в общем-то, пойти туда, куда идет большинство. Так вот, наша с вами задача заключается в том, чтобы большинство было на нашей стороне. В любом случае самой главной целью в жизни является не сиюминутно эти деньги, не балансы, не интересы, а есть ценности. Ценности заключаются в том, чтобы была рождаемость, чтобы все дети получили нормальное образование, чтобы была работа. Пусть она будет не совсем всегда гарантированной, она будет местами рисковой, предпринимателей тоже нужно воспитывать, это тоже определенное, очень необходимое сословие, харизматичных людей, которые могут брать на себя ответственность и принимать решения. Но, тем не менее, справедливость и в ценностях, в том, чтобы дети и внуки рождались, росли и строили еще более справедливое государство, за время одного поколения, наверное, построить полностью справедливое государство невозможно. Вот это все является ценностью. И сколько надо потратить денег для того, чтобы построить справедливое государство, это, конечно, вопрос риторический. Возможно, многие люди скажут, это, наверное, очень дорого. Знаете, есть очень много либералов, которые говорят, зачем нам этот Крым? Ну, зачем мы потратили на Крым такое количество денег и совершенно потерпели убытки, сиюминутные с точки зрения интересов, совершенно забывая, что решили вопрос стратегический, решили вопрос не строительства военно-морской базы в городе Новороссийске, сэкономили массу денег, да еще и приобрели на балансе, просто положили на баланс огромные активы, связанные с Черноморским побережьем. То есть люди считают сиюминутные деньги, вообще не понимая, как устроен реальный баланс. В общем, это все я сегодня завел относительно государства справедливости, у истоков которого стоял Владимир Ильич Ленин, человек противоречивый, достаточно неоднозначный, но тем не менее, его мавзолей на Красной площади символизирует мечту человечества вообще и народов, живущих на территории бывшей Российской империи, о справедливом устройстве государства. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова